Полгода понадобилось кубанским реставраторам, чтобы вернуть к жизни Ямаху. Орган, который чудом уцелел в одной из литеранских церквей. Музыкальный инструмент был замурован в стену после революции. Несмотря на то, что орган молчал почти век, его звучание осталось таким же, как и сто лет назад. Сергей Пикулин прикоснулся к клавишам истории. Вот воздух проходит сквозь язычки, мы получаем звук. Эти звуки, конечно, еще трудно назвать мелодии. У органа нет педалей, и мастеру приходится откачивать воздух из инструмента вручную. Но даже стандартный перебор дореми стал возможен благодаря кропотливой работе реставраторов. Найти какую-либо информацию очень тяжело, потому что этими инструментами практически никто не занимается. Главная особенность и отличие инструмента от фортепиано, он не теряет свое звучание. Звук издает 64 специальных металлических язычка, которые настраиваются только один раз. Здесь чудом сохранились целыми практически все, а значит, у органа будет звучание столетней давности. Вот, настраивается он под гонкой по весу, под шлифовкой. И все. Эта кирха была построена в 1906 году. И более чем за столетнюю историю в этом здании успели побывать приход, дом культуры, военный склад, ликероводочный магазин, милиция и даже общежитие. Планировка кирхи менялась многократно. В связи с этим в здании появлялись пустоты. Сложнее всего, по словам мастеров, оказалось восстановить меха. Мало того, что изготавливались они из специальных пород красного дерева, так еще и отделывались только козьей кожей. На восстановление органа ушло полгода. Анатолий Позняков утверждает, работа ведется по тем же технологиям, что и сто лет назад. Клеи должны применяться только деревянные, потому что другой тип клея практически не работает. Склеить можно, но это вот клеи ПВА, они просто тянутся, они не выдерживают. После реставрации инструмент вернется в кирху. Здесь уже приготовили для него место и, возможно, прихожане услышат орган уже на рождественской неделе. Сергей Пикулин, Сергей Полянский, Сергей Бобков, Елена Морецкая, НТВ, Новороссийск, Краснодарский край.